МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове принял представителей делегации Сирийской Арабской Республики, возглавляемой председателем Союза ремесленников Сирии Нажи Аль-Хадуа. Даур Кове высоко оценил прошедшую выставку ярмарку членов Союза ремесленников Сирии и абхазских производителей, состоявшуюся в рамках второго туристического форума «Визит Абсна». Кове отметил, что подобного рода мероприятия очень важны и способствуют развитию сирийско-абхазских отношений. В свою очередь, председатель Союза ремесленников Дамаска Исам Аль-Зейбак выразил надежду на совместную плодотворную работу, в том числе и в рамках соглашений, которые были подписаны между ТПП Республики Абхазия, Союзом ремесленников Сирии и Союзом ремесленников Дамаска. А также подчеркнул готовность сотрудничества с абхазской диаспорой в Сирии. В Сирии большая абхазская диаспора, и у нас с ней очень хорошие отношения. Мы гордимся дружбой с абхазскими друзьями и готовы к сотрудничеству, сказал Исам Аль-Зейбак. Кроме того, в рамках встречи также обсуждался проект открытия торгового дома Сирии в Абхазии. Возможные пути решения проблем в области сельского хозяйства, в частности борьбы с вредными насекомыми, обсуждались накануне в Сухоми на встрече представителей Министерства сельского хозяйства Абхазии с сотрудниками федерального учреждения Россельхозцентр. Заместитель директора Россельхозцентра Дмитрий Говоров в интервью нашей программе рассказал, какая ситуация в Абхазии с мраморным клопом и с какими еще экологическими проблемами может столкнуться республика. В целом ситуация нормализуется. То есть, конечно, еще работа предстоит большая. Это работа не на один год. Потому что, если вредитель есть, то он есть, и его сразу из всех закоулков не достанешь. То есть, у него определенный есть жизненный цикл, у него есть особенности. То есть, допустим, на зимовку он уходит в дома. И как бы прячется. И сложно, допустим, провести обработки жилого дома. То есть, там же живут люди, и химические препараты применять в доме нужно и правильно, и соблюдать все меры безопасности. В Абхазии было создано больше 300 групп, которые проводили работу постоянно, проводили обследование, проводили обработки против вредителя. Всего было обследовано больше 35 тысяч гектаров. Это с участием наших специалистов. А реально, конечно, это площадь намного больше. Поэтому и больше 20 тысяч гектаров обработано было. Российская Федерация помогла с препаратами. Больше 5 тонн было выделено препаратов. Потому что проблема общая. Вредители очень опасны. Если он, допустим, распространится на территории Российской Федерации, могут быть, ну, как бы, и порты даже закрыты. Плоть до того. Полностью интервью с Дмитрием Говором вы смотрите в нашем эфире в субботу в передаче «События недели». С 25 ноября по 10 декабря во всем мире проводится кампания «16 дней против гендерного насилия». Дни проведения кампании выбраны не случайно. Ее начало приходится на Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. А завершается она 10 декабря в Международный день прав человека. Ассоциация женщин Абхазии принимает участие в акции с 2012 года. В пресс-центре информационного агентства «Спутник» состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам гендерного насилия в Абхазии. Подробности в материале Али Китрапш. Гендерное насилие – это нарушение прав человека. И данная проблема актуальна во всем мире. Самой распространенной формой насилия в Абхазии является домашнее семейное насилие. Ему подвергаются различные группы людей – женщины, мужчины, дети и даже пожилые. В подавляющем большинстве случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины. Насилие бывает как физическое, так и психологическое. Но зачастую жертвы насилия стараются не афишировать случившееся, так как сильно запуганы. Ассоциация женщин Абхазии открыла консультативный центр поддержки правовой психологической помощи жертвам гендерного насилия. За полтора года работы в центр обратились более 70 женщин. Первое время приходилось больше вести консультативную работу и давать информацию по поводу того, что такое кризисный центр, с какими проблемами помогает он справиться. Люди звонили, женщины в том числе, больше за информацией. Сейчас женщины звонят с конкретно сложившимися запросами и вопросами. За этот период работы приходилось сталкиваться не только с тем, чтобы успокоить женщину, но и оказать ей первую психологическую помощь. Были звонки, когда женщины звонили в сам момент оказания давления, то есть человек угрожал расправой. То есть такие случаи тоже бывали. Как отмечают эксперты, непосредственным результатом семейного насилия становятся психологические и физические травмы. Если физические травмы очевидны и с большим или меньшим успехом лечатся, то с психологическими травмами ситуация куда более сложная. Нередки случаи, когда жертвы погибали вследствие домашнего насилия. Чтобы решить данную проблему, одной консультативной работы кризисного центра недостаточно. Необходим закон о домашнем или гендерном насилии. В нашем законодательстве вообще не существует термина домашнего насилия. Но Ассоциация женщин разработала концепцию закона о домашнем насилии. Несколько месяцев назад мы передали ее депутатам. И есть часть депутатов, которые нас поддерживают. Эту концепцию необходимо доработать. Встреча с депутатами была инициирована амбудсменом по правам человека в Абхазии. Так что мы работаем в направлении того, чтобы лоббируем, так сказать, закон. В рамках кампании «16 дней против гендерного насилия» Ассоциация женщин Абхазии будет проводить мероприятия, призванные привлечь внимание всего общества к проблеме гендерного насилия. 27 ноября предполагается круглый стол с участием депутатов, представителей правоохранительных органов и прокуратуры, где будут обсуждаться проблемы домашнего насилия в Абхазии и пути их решения. А 28 ноября в центре проспект состоится просмотр фильма «Газовый свет». Эти мероприятия могут посетить все желающие. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов высказал мнение, что турецкий флот не соблюдает никаких правил рыболовства у берегов Абхазии. Это заявление вызвало недоумение абхазских экологов и специалистов в области природопользования. Подобные высказывания не соответствуют действительности, считают они. Наша съемочная группа решила разобраться в ситуации и узнать, как и кем осуществляется лов хамсы на побережье Абхазии и кем он контролируется. Репортаж Сария Смар. На территории Абхазии на сегодняшний день работает семь заводов по производству рыбной муки. Соответственно, чтобы обеспечить все эти предприятия, необходимо большое количество рыбы, а именно хамсы. Однако предприятия не имеют права добывать рыбу больше нормы. Согласно закону, допустимое количество для отлова на каждый год устанавливается сотрудниками Института экологии. Связано это с тем, чтобы не допустить уничтожения большого количества рыбы. После изучения ситуации в море и состояния запасов хамсы в водах Абхазии каждый год перед началом путины устанавливается определенная норма. К примеру, в прошлом году экспертами было разрешено рыболовам добыть до 20 тысяч тонн хамсы. В этом году, по словам директора Института экологии Романа Дбар, норма немногим больше. В этом году ситуация чуть получше, поэтому общий допустимый улов хамсы в наших водах составляет 27 тысяч тонн. Обвинять абхазскую сторону в том, что она наносит ущерб рыбным ресурсам хамсы, совершенно неправомерно. Во-первых, в Черном море в разные годы добывается от 300 тысяч тонн до полумиллиона тонн хамсы. И Абхазия не является основным участником добычи этого объема. В период путины на побережье Абхазии можно увидеть рыболовецкие суда из Турции. Сейнеры производят массовый лов рыбы согласно договорам с абхазскими рыбными предприятиями с 2008 года. Подобные договоры заключаются в связи с отсутствием у нашей республики надлежащей техники для отлова рыбы. Надо отметить, что весь улов, согласно договорам, остается на территории Абхазии, перерабатывается на заводах и только потом реализуется за границу. Институт в расчетах опирается на такие параметры, как динамика уловов, популяционное состояние. То есть, что это означает? Это означает, что вот закончилась путина 2017-2018 года. В процессе путины мы отбираем пробы и проводим измерения рыб, их состояние, возраст. И таким образом мы можем с большой точностью сказать, какое количество рыбы после завершения зимовки ушло на нерест. И исходя из этих величин, мы можем сравнительно точно сказать, какое количество рыбы мы можем поймать в следующую путина. Немаловажно, что вся техника, предназначенная для добычи рыбы высокого качества, для отлова хамсы используется так называемый пелагический трал, который не опускается на дно моря. Он ловит хамсу в толще воды, выкачивает ее насосом. За этим следят несколько служб, в том числе Госкомитет по экологии Абхазии и Российская пограничная служба. Мы выходим в море, смотрим, как идет промысел. Более того, ежедневно работает штаб путины. Как только объявляется путина, у нас внутренним приказом начинает работать штаб путины. Круглосуточно. В это время года наши районные инспектора задействованы от Гагри до Ачамчиры. Выходят в море все, смотрят за путины, смотрят за количеством выловленной рыбы. Идет подсчет. В связи с вышеперечисленными фактами заявления сотрудника Росрыболовства Василия Соколова абхазские эксперты считают безосновательным. По их словам, за все эти годы турецкие суда не нарушали способы рыболовства у берегов республики. Более того, никаких варварских способов лова зафиксировано не было. Также абхазские экологи не считают верным утверждение Василия Соколова о том, что снижение запасов хамсы в Азово-Черноморском регионе произошло из-за объемных выловов этой рыбы турецким флотом у берегов Абхазии. 56-60 тысяч тонн в год хамсы мы не добываем. Поскольку воду ограничивается у нас и каждый год, согласно мониторингу, выдается допустимый улов. За последние 4 года всего выловлено чуть более 109 тысяч тонн хамсы. А если брать по годам, вот 2014-2015 год был такой хороший год, вот в этот год выловили 55 тысяч тонн хамсы. В прошлом году вообще путина слабая была, а позапрошлом году также была слабая путина. Уменьшение количества хамсы у берегов Абхазии директор Института экологии Роман Дбар объясняет ее перепромыслом. По словам ученого, на протяжении последних 10 лет добыча только возрастала. И это в конечном счете привело к резкому сокращению численности хамсы. Об этом экологи предупреждали не раз. Но достигнуть соглашения между странами Черноморского региона по квотированной добыче не удалось. Странные участники этого процесса не заключают соглашение о рациональном использовании, охране мигрирующей рыбы, что и приводит к печальным последствиям. Сарья Смыр Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 25 ноября в Сухуми пройдет кастинг в первый этап нового национального конкурса популярной музыки «Абжизхо». Конкурс направлен на содействие творческого роста начинающих исполнителей в возрасте от 9 до 16 лет. В конкурсе будут представлены две возрастные группы от 9 до 12 и от 13 до 16 лет. На кастинге будут отобраны 16 исполнителей. Главная цель и задача конкурса – это привить молодым исполнителям любовь к абхазской песне и возможность проявить свои таланты. 26 ноября в понедельник в Абхазии отмечается День Конституции. Согласно закону о праздничных датах Республики Абхазия, День Конституции – праздничный выходной день. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу утром возможен дождь, днем погода прояснится, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 10-15 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова